Иное измерение русской культуры. Виссарион Григорьевич Белинский Патриотизм и патриоты Фрагмент из литературных и журнальных заметок 1842 года. Часть 6. Читает Евгений Бразл-Брушковский Что такое патриотизм и патриоты, всякий знает. Но не всякий знает, что патриоты разделяются на два разряда. Одни получают имя патриотов за свои заслуги от общества и от истории, как получили его Минин, Пожарский, Сусанин и другие, не дожидаясь приговора общества, которое часто бывает завистливо, и истории, которая всегда бывает медленно. Другие сами себя провозглашают патриотами, потому что громче других говорят о любви и ревности ко всему отечественному. У нас в литературе теперь особенно много развелось патриотов второго разряда. Между ними даже есть люди, не умеющие без ошибки против языка написать двух строк по-русски, но тем не менее в своей патриотической ревности затевающее преобразование русского слога. Другие, прижавшись за какого-нибудь опытного корректора, кое-как понавострились писать русским складом, за что даже стяжали себе славу сочинителей на всех толкучих рынках, где, между прочим, хламом продаются и порозень, и мешками книги, которые не пошли в ход из книжных лавок или которые прежде бойко шли, но потом, как говорится, вдруг оборвались. Третьи, чтобы сделать для всех яснее свой патриотизм, пишут языком времен Кашихина. Примером русских мужиков и баб уличают, бог знает в чем, Гоголя и французских романистов, которые, разумеется, ничего об этом не знают и поэтому и не могут исправиться. Вообще, эти третьи всех интереснее. Россия не сходит с их пера, и, читая их писания, не знаешь, чему больше дивиться. Тому ли, что они, подобно мухе Крылова, хлопочут о том, что и без их хлопот хорошо идет? Тому ли, что они пишут для такого класса людей, который по незнанию грамоты не может читать их? Или, наконец, той наимной скромности, с которую они дают знать, как крепко залегла у них на сердце мысль о благосостоянии всего отечественного? Один из этих господ недавно дал совет русским образованным классам, чтобы они посылали своих детей учиться русскому языку в крестьянские избы. Впрочем, дело решенное, что тяжелые труды, часто не вполне вознаграждаемые современниками, составляют принадлежность только патриотов первого разряда. Патриоты же второго разряда всегда и везде благоденствовали, и, должно быть, на них метил Крылов этими чудесными стихами. А смотришь помаленьку, то домик выстроит, то купит деревеньку. Читано по изданию Собрание сочинения Виссариона Григорьевича Белинского в трех томах под редакцией Иванова Разумника с его вступительными заметками к каждой статье Белинского примечаниями и историко-критическим и биографическим очерком. Издание 2. Том 2. Санкт-Петербург. Типография Стасюлевича. 1913 год. Страница 598. Санкт-Петербург. Продолжение следует...